Продолжение следует... 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 Годами одну и ту же форму бицепса невозможно, потому что за два месяца он рассасывается. Но если многолетнее использование, то он становится очень уродливый. А у Дудушкина у него там все нормально, понимаете, как бы вполне эстетично, просто он такой формы. Он, знаете, на кого похож? На этого Виктора Мартинеса. Я когда на семинаре Виктора Мартинеса был, мы там фоткались, мы еще с Вишневским Александром разговаривали про пик Мартинеса. Просто это генетически такое строение. Очень-очень короткий, да, и он прям пиковый. У меня тоже, кстати, пиковый бицепс, видите, головки. Достаточно пиковый, ровно такой, достаточно объемный. Явно не выражен пик, но все равно пиковый, видите, да, как бы не вытянутый. Я руки вообще практически очень мало качаю. Они у меня от природы сами растут. Вот. Я помню давно, как-то давно, честно признаюсь, давным-давно, это было, хуй знает, сколько лет назад, мне, да, ты что, в руки не ставишь? Я попробовал себе, попытался построить себе, я не помню чего, но какой-то там сустанон, может быть, пропионат, может быть, что-то такое, да, там, кубик. Блядь, я себе игу не смог воткнуть в бицепс, потому что это очень больно. Думаю, нахуй это надо, просто вот, ну, есть жопа, блядь, коли туда, блядь. Если тебе что-то надо колоть, коли в жопу. Поэтому я по местным таким инъекциям, как бы не специалист. Еще есть одна причина, потому что хуй его знает, чего ты колешь, правильно, из препаратов. Блядь, непонятно, что за происхождение, какое качество препарата, и уколов в руку, либо там еще куда-то там в грудь, там, блядь, в плечо, там, или еще куда-то там в ногу, очень часто бывают абсцессы. Так дураку же понятно. Вот мое мнение такое, вот реально логически, если подумать, дураку, блядь, должно быть понятно. Если ты вколол дерьмо в жопу, так пусть лучше в жопе кусок тебе прорежут, дырку там не видно, чем тебе разъебашит, либо плечо, либо руку, либо еще что-то. Нахуя эти эксперименты? Местные инъекции ничего не дают. Инъекции стероидов местные нихуя ничего не дают, никаких объемов. Потому что они настолько мизерные, что растянуть фасцию ими, ну, не получается реально. Это нужно просто ебические дозировки масла вставлять, там, литрами, блядь. Ну, не литрами, но там по 100, по 200 миллилитров въебывать, чтобы что-то увидеть. Вот. А если ставить там один кубик, либо два, нахуй это надо, в жопу поставил, все рассосалось. Поэтому, ребята, это вот как бы моя такая теория. Но я запишу видео на эту тему. Достаточно, я думаю, открыто поговорю. По своей колокольне все это расскажу. Ну вот. Мишин Фатеев. Ну да, смотрел я тоже этот ролик. Интересно посмотреть. Знаете, почему интересно? Два момента. Хоть Мишин все это и делать будет за деньги, я больше чем уверен, что Мишин это все делать будет не бесплатно. Но сотрудничество с Фарой, да, это одна коммерческая составляющая. И здесь много вопросов. Реально ли он там все говорит, либо просто бабки берет. Мишин русский. Русский менталитет все-таки не пропить, не проесть, не просрать. Вот. И все-таки русский с русским больше общего языка найдут. Я думаю, что Мишин за время проживания там, общаясь с многими профи, узнал очень много информации. И я думаю, что он даже больше даст информации, более открыто. Хоть и за деньги. Я думаю, что за деньги. Мишин даст больше информации Фатееву. Самое главное, как Фатеев этим воспользуется. Мое мнение, что сотрудничество Мишина с Фатеевым будет намного продуктивнее, чем Фатеева с Фарой. Или Фара как-то. Вот. Это мое мнение. Все-таки. Вот. Как бы так. Я считаю. Комп не купил. Не до компа сейчас. Сейчас вон бар. Запускаю в клубе бар. Сегодня оборудование покупал. Всякие кофемашины там. Блендеры, хуендеры. Всякое-то дерьмо. Надо бар срочно открыть. Это у нас дырка. Дырка. С баром. Вот. Пока не покупал. Некогда. Про анимал пак. Про анимал пак. Анимал пак. Это очень специфический. Добавка специфическая. Она не всем подходит. Они очень какие-то сильные, концентрированные. У многих бывает раздражение. Высыпает всякое. Особенно у девочек. Вот. Я не считаю анимал пак хорошими витаминами. Хотя я сам сейчас пакетированные пью витамины. Это хай-тековский, по-моему. Джумба пак, что ли. Там тоже, кстати, немало. Но мне нравится. Анимал пак, честно скажу, я давно пил одну банку. И я особо не в восторге. Так что анимал пак, он не всем подходит. Вот в чем его особенность. Покажи пресс. Блин, ребят, ну вы какие-то смешные. Покажи то, покажи это. Что, цирк что ли здесь? Ё-моё. Покажи ухо. Сейчас грудку разложу. А как это понимать? Ваня, ты пиздец, скачок. Это в смысле хорошо или это плохо? Что принимаю? Куриную грудку принимаю. Твор. Томатную пасту. Ну, надо посмотреть состав. Да я думаю, можно, почему нет. Если это... Там ничего такого нет. Смотря когда вы хотите томатную пасту. Издумаю. Вы на массе. На массе вообще все можно. Я не думаю, что томатная паста вам чем-то испортит. Жизнь. Я думаю, что можно. Почему нет? Томатная паста. А там, по-моему, нет ни хера. Там только томаты и все. Больше не сахара, ничего нет. Хотя, на самом деле, в томатах достаточно много углеводов. Как отношусь к Галубе. Как отношусь к Галубе? Да хорошо отношусь к Галубе. Нормально отношусь. Вообще, Димон, блин, как вам сказать. Классный дядька. Просто он в последнее время стал слишком импульсивно как-то снимать ролики. Прям понесло его. А так, Димон, вообще... Я как бы, вы понимаете, в чем? Я больше даже отношусь к... Себя отношу к старой гвардии. Потому что застал всех еще наших легендарных спортсменов тех времен. Со всеми на сцене постоял. Я же выходил первый раз там в 2001-2002 году. В 2002-2001, да. Вот так где-то даже в третьем, по-моему, разок. Так, были у меня тогда попытки выступать. Поэтому с тех пор я как бы знаю всех. Нет, мой смысл не жрать курицу и башить в спортзале. Это 30% моего смысла жизни. 30%! Всего лишь 30%. Бананы ем каждый день. В машине связки валяются. У меня часы Ягуар. Очки тоже Ягуар. К отцу. Блин. Так вообще, что один и тот же человек хейтит как-то. Как к этому относишься, как к тому относишься, как... Вот. Это самое. К отцу я его очень хорошо отношусь. Прям супер. Я считаю его лучшим любителем, культуристом вообще на планете Земля. У меня был Рэндж с Ягуаровским движком. Рэндж был с Ягуаровским движком. Теперь у меня американский танк. Чем зарабатываю на жизнь? Я безработный бизнесмен. Где я сейчас нахожусь? Как где? Я же говорил, где я. В канализации. МКС. Московские канализационные системы. Мои братья Донателло, Леонардо, они там, Микеланджело. Они сейчас в тренажерке качаются. А я здесь жрачку готовлю. У Грина в сплинтер, да. Пизду, патриотизм. В плане машин. Пусть Путин катается, блядь, на Уазике, нахуй. А Медведев на Жигулях. А я на Хаммерику катаюсь. Патриотизм. Патриотизм должен быть не в этом. Ладно. Тут, смотри, много народу. Вот как она выглядит. Родная. Видели? Буквально 3 минуты и даже 4, наверное, никакого мошенничества. Грудка готова. Так, сейчас я сниму. 5 секунд. 5 секунд. Так, ну пока тут рис бурлит, надо начинать есть. Так, сейчас я пойду к пускалу измелью. Пуля попала прям в очки. Ёбанаврот. Вы при историческом моменте этим очкам, блядь, 100 лет. Все, Водянов без очков. Ёбанаврот. Стрельнул называется. Да выебывался называется. Блядь. Нет, кстати, зря я выгинул, а правда пригодится. Блядь. Пиздец. Надо же. Немецкие стекла. Кстати, здесь оправа леска, по-моему. То есть, это оправа уже все. Ну вот, была оправа Ягуар. Теперь только очки остались Ягуар. Байк в рот. Вот счастье-то будет теперь у тех, кто просил очки меня снять. Твою мать. Да, очки не дешевые. Они до кризиса стоили в районе 30 тысяч. Там оправа только 20-ку стоила. Да охуеть можно, надо же. Это называется довыебывался. Эта крышка прям, блядь, прям попала по стеклу стрельного. Пиздец. Вон, видели. Ебать, насос какой, а. Сука. Обидно у вас. Да. Блядь. Ладно, вкусно. Будем без очков теперь. Твою мать. Не, ну стекла, я не знаю, кстати, вот эта оправа, она идет с этими. Здесь снизу нету оправы. Тут леска стоит. На леске. Ну да, стекла поменяю. Хуй с ним. Да, очки. Называется довыебывался. Да, надо стекла. Ну, кстати, стекла уже давно пора поменять. Пиздец. Он теперь... Сейчас накопирует видео, блядь, весь интернет, весь YouTube зальют. Квадянов, блядь, очки разъебашил пробкой. Пробкой, блядь, очки расхуячил от Ситро. О, это пиздец. О, Ксюх, ты здесь? Все, я без очков, блядь. Да хуй чем мне аппетит испортишь А право не немецкое Немецкие стекла были Да я не парюсь Их на самом деле Надо было давно уже поменять В очках худеет Так морда шире Сейчас немного глаза привыкнут Сейчас наверное Послезятся немного Я на самом деле ходил долго без очков Когда у меня глаза перестраиваются Я в принципе нормально себя чувствую Сейчас фокус настроится У меня смешанный стигматизм Поэтому такая херня Че без очков лучше? Без очков вообще какой-то бандитизм Только эти штучки от очков Они остались У меня зрение Минус один и минус полтора У меня просто смешанный стигматизм Нет Зрение не совсем плохо Сиськи и жопы я всегда вижу Я же говорю У меня смешанный стигматизм Получилось пиздец круто Разъебать очки блять На камеру Вообще Причем не преднамеренно Просто из-за выебонов Можно же было открыть спокойно Ксюха вон уже меня спалила Она здесь Надо будет посмотреть трансляцию Как это произошло блять Я сам даже не понял Ну уж явно Это не постановочная сцена была блять Здесь всего 300 грамм грудки На самом деле Что там 3 дня то есть Так Надо выключать вот эту хуйню Да Гляну повтор Вот именно нарочно Хер попадешь Она главное еще так попала Что блять прям вот Именно Я не пойму Как бы Смотрите Вот очки Она же снизу летела Должна была вот сюда как-то разбить А разбилась сверху блять Странно как она попала блять Вообще Ну стрельнула зачетно да Пау Ну да Наверное Голова наклонена была Ну зато глаз целый остался Это не подвал Это МКС Московские канализационные системы Видели у меня меткость какая Я белку в глаз стреляю С километра Все целое Ваня по кличке Хедшот Да Это точно Я не толстый Я массивный Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Готя, привет Как уж вы прям ходите Всем привет И Готя Особенный привет Да Подарите мне расческу ну да я все будут перематывать смотри я тоже посмотрю блин глаза на самом деле прям херовенько это и сейчас красные будут блять пока просто очень это блин тяжко сразу днем без очков свет еще блять лупит да нету капель надо сходить в аптеку я не капаю каплю у меня все нормально все время в очках ходил все было нормально сейчас зрение перестроится чуть-чуть глаза слезят херня все уже сто лет в очках хожу у меня проблем нет в очках потому что зрение с детства такое нет я не служил операцию не делаю потому что боюсь что после операции не смогу работать уже с тяжелыми весами это будет опасно для глаз сейчас у меня зрение не менялось 35 лет вот я знаю что но не поменяется после вмешательства операционного хуй его знает что будет потом на гриле намного вкуснее конечно ты мне не друг если ты считаешь что у меня перебор мне друг тот кто считает что я еще не маленький вот тот мне друг а кто считает что я уже перебор с мышцами тот мне не друг кабачки не жарил ну кстати кабачки бо дрыщ да правильно я дрыщ мне мало хочу еще до 110 на соревнованиях будет огонь вообще блядь сколько же дрочеров здесь сидит это пиздец просто вы кстати заметили каждую трансляцию постоянно пишут лысый с бразерс лысый с бразерс сколько же дрочеров порнуху смотрят блять не конечно понимаю что все смотрят и дрочат но что-то сейчас как это повышенная активность пошла на моих трансляциях палец оживить прям сидят откуда ты знаешь что из бразерс тебе наверно нравится ролики с моим участием да чувак как я там зажигаю да мне не у качков не стоит у качков не стоит даже даже не пытайтесь не встанет никогда а зачем мне это нужно доставить до лопатки чё доказывать то этим ну не достану чё дальше достану чё изменится так мне кажется моей жизни ничего не изменится достану я до лопатки или не достану нет телефон не выстрел я хочу попробовать чехол купить надо до электронного рая доехать чехолку смотри если чехол поможет ну ксюху попрошу она почешет если что да вон видите мкс канализационная система московская канализационная система вон слив пошел слышите журчит в смысле кто на улице знакомится я на машине ездил со мной на мара на улице невозможно познакомиться я только на машине ездил ко мне нельзя подойти познакомиться потому что ксюха сразу волосы вырвет кому-нибудь если вдруг тата смирится да не мне вырвет мне уже рвать нечего тем кто тем кто осмелиться подойти ну кстати я вчера один тренировался без ксюхи мне тут в зале уже сразу начали глазки строить я такой ах вы сучки блять я себе никогда не льщу на самом деле достаточно адекватно в этом вопросе да это кокос бакетик кукса сейчас ништяк пошел ай бля да они имеют хороший кокос динам да тоже на диете дерьмо ты журу ай блин в кино приглашали честно приглашали но я не хожу в кино с незнакомыми и со знакомыми тоже какой телефон samsung бывает сейчас не смотрят сейчас летом начну смотреть когда майку одену вот тогда начнут смотреть как фрик ходишь все пальцем тыкают что-то обсуждают если тест низкий пора бы уже повысить его до глаза кстати проморгался вот глаза до но дети да дети они постоянно детей почему они палятся же дети они сразу мама смотри какой дядя пошел они палятся особенно знаете кто палится блять это пиздец какой-нибудь дрищ идет с девочкой девочка такая раз залипла этот блять аж весь там давай 4 втирать блять ну понятное дело что он там втирает и самореализуется блять это пиздец знаете как это заметно это просто вообще блять шоу бы не хило блять называются как они блять начинают пукан свой рвать блять да мне на самом деле пофигу я достаточно скромный человек я не хожу вот с такими вот знаете вот так вот и никогда не хожу блять на вагибонах мне это нахуй не нужно мне без синдрома широкой спины все нормально видно ну я не всех называю дрищ это как бы общее понятие дрищ это тот кто не занимается вообще как он выглядит может быть толстый он может быть худой может быть любой на ручек далекий вообще очень далекий от спорта и вот их не поведение когда они при своей самки видят более конкурентно способного самца а если она еще так спалилась немножко посмотрела ух их начинает жопу торвать всеми правдами и неправдами начинают обсирать у него не стоит да он весь блять не настоящий да он блять сдуется да у него мышцы не настоящий да он блять вообще да он да он на пены изо рта да что показывает вот бицуха вот видели качественная бицушка мяско такое да но есть один минус если людоеды нападут они меня на первым жрать начнут в отличие от дрищей ха 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 посмотрите у меня есть ролик на канале с дмитрием бекрёвым это боец ммм а профессиональный боец у нас с ним ролик есть посмотрите он говорит там рассказывает как бороться с такими как я ничего не могут смотрите ради интереса там вторая половина ролика вот кто там вырубальщики еще прочее делал там профессионал ммм а вам рассказывает у меня на канале у меня на канале есть ролик боец ммм а дмитрий бекрёв вот мы с ним здесь угораем в зале у нас но на самом на полном серьезе там много чего интересного рассказывает про бойцов как они тренируются там и как вырубать тачков надо димон вторник и четверг бывает в инферно другие дни его здесь нет да 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 без очков разъебал очки народ кто не знает дмитрия бекрёва бойца ммм а ну вот вот димон здесь был мы с ним ролик записывали здорово брат молодец что качаешься жиру жиру грудки жарю четыре минуты максимум максимум четыре минуты больше не надо дальше пиздец им приходит тренировки лифтеров и билдеров да отличаются я на мой взгляд кардинально я сейчас приеду ксюш смысле приеду ты чё уже едешь что ли ящик такси не вызывал давайте берите гриль tefal не пожалеете чё там восемь рублей примерно он стоит честное слово не пожалеете привет ставрополь я не в городе я на мпс московские канализационные системы я под городом да раньше были времена теперь мгновение раньше хуй стояла теперь давление вон видите сколько народу заходит посмотреть как качок жрет вот так бы подкачаться и хватит да я про вегетерианцев вообще ничего не знаю ксюш что ты там открывашку мне под я чуть не успел прочитать твое сообщение инсулин тестил да вам не советую что с башкой да совсем съехал да я по старинке пум зажигалкой там или чем-нибудь отверткой как батя научил открывать бутылки так открываю да уже схавался видите как надулось это поел венка прям пошли углеводики прям куриная грудка смотрите по вене прям идет паровозики тюк 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 видели прям смотрите как пошла куриная грудочка нихуя себе у меня аж головки делятся друг от друга видели посмотрите волокна ебать у да че будьте на чем накачал на твороге или на грудках Это бутылка, сука, блять, находился я бы где-нибудь на улице, я бы ее так разъебал об стену, вот, но здесь нельзя Сохранить на память, да нахер она нужна Сейчас жестоко народу обрадуются, что я без очков Ёпти, да, ну ничего, оправка целая, кстати, народ оправок скажу вам, может она кому-то и не нравится, но она очень добротная, очень недешевая Мне просто, когда лет 5 назад, наверное, у меня товарищ занимался один в Люберцах, в клубе, у него своя оптика Я бы, конечно, за 30 с чем-то, по-моему, эти очки стоили вместе с этим, это еще тогда, до всяких подорожаний Он мне сделал там скидку 50%, и я где-то взял за 17, что ли, за 18, а так они 30 с лишним стоили Вот Эх, ёпти Чё вам еще показать? Пупок может показать? Ну все, я поел Давайте, народ Так, посуду помоем пока По-быстренькому, по-рыхленькому Пупок, конечно, прокачан Димар, блядь, еще тарелки сейчас разобью Так, посуду помоем да это не моя рука это photoshop это photoshop я кстати сейчас качаться пойду рано я режим изменил я сегодня здесь встал уже в 12 часов выехал на работу так что вообще это режим налаживаю 35 лет мне привет привет аминокислоты топил да хорошая вещь то аминокислота дети есть аргинин пью перед тренировкой каждый день у шварца 52 было ну ребят констатирую факт у водянова больше чем у шварца план народ только народ подваливает я пойду отдыхать перед тренинг и пати у меня рыба без очков пятьдесят восемь у шварца было да я на самом деле не претендую все давайте народ до новых встреч я выхожу из подземелья пойду схожу на улицу подышать свежим воздухом давайте счастливо